Всем доброго дня! Это Гелиос Сар и География России, Хозяйство и Географические районы, 9 класс, за авторством Алексеева, Низовцева, Ким, издательство Дрофа. Западная Сибирь. По территории площадь Западной Сибири это аж 14% от общей площади России, а по населению 10%. То есть, как видите, Западная Сибирь имеет довольно-таки такое активное население. Его довольно-таки много. Здесь присутствуют крупные города, такие как Омск, Новосибирск. Это практически города-миллионники оба. Здесь же Тюмень, Ханты-Мансийск, Барнаул, Томск тоже достаточно крупные города. Так что ничего странного нет. По добыче газа это 90% от всей добычи на территории России. По добыче нефти 70%. По сбору зерна 14%. То есть, как видите, территория весьма разнообразная. Но отличается она своей равнинностью и, как вы видите по карте, изрядной болотистостью. Из объектов всемирного культурного и природного наследия можно упомянуть объект именно природного наследия, так называемые Золотые горы Алтая и находящиеся там природные и национальные парки. Параграф 48. Природные условия и ресурсы. Западная Сибирь – величайшая равнина Евразии с огромными площадями болот, запасами нефти и газа мирового значения. Это главная топливная база России. Район занимает территории западно-сибирской низменности, равнины и горных районов Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского Кряжа. Чем отличается природа Западной Сибири? В формировании современного рельефа западно-сибирской низменности большую роль сыграли неоднократные наступления моря и ледников, отложивших мощную толщу осадочных пород. Поэтому рельеф имеет выровненный характер. Через Западную Сибирь от Аби до Енисея в широтном направлении на 900 км протянулась система моренных возвышенностей – Сибирские Увалы с максимальной высотой в 286 метров. По этой слабо наклоненной поверхности огромной западно-сибирской чаши очень медленно текут реки, которых насчитывается свыше двух тысяч. У них неглубокие, но зато чрезвычайно широкие долины с многочисленными протоками и озерами-старицами. Весной реки разливаются на многие километры вокруг. На долю Западной Сибири приходится четвертая часть стока всех российских рек. Крупные реки имеют большое значение для судоходства. В засушливой южной части Западной Сибири на границах с Казахстаном речная вода используется для орошения. Для климата Западной Сибири характерны континентальные черты, усиливающиеся на юге равнины. Зимой господствует безветренная, солнечная, морозная погода. Летом при столкновении арктических воздушных масс с разогретым южным воздухом образуются циклоны, сопровождающиеся выпадением осадков. Жаркое западно-сибирское лето переносится тяжело из-за повышенной влажности и полчищ гнуса комаров, мошки и слепней. Царство болот и тайги Западной Сибири – это несметные, не поддающиеся никакому исчислению тучи всякого рода кровососущих насекомых. И здесь, пожалуй, с полным правом хозяином тайги можно назвать не медведя, а рассамаху или соболя, а обыкновенного комара. Специальным учетом установлено, что в местах, где гнуса много, на человека в течение трех минут нападает свыше тысячи комаров и более двух тысяч мошек. Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Огромная протяженность западно-сибирской равнины с севера на юг обусловила отчетливую широтную зональность ее природы – от тундр до степей. Правда, здесь отсутствуют зоны широколиственных и смешанных широколиственных хвойных лесов. Крайний север Западной Сибири, такие территории, как полуостров Ямал, Тазовский и Гданский полуостровы, заняты зоной тундр. Лесотундра – это лиственничная и березовая криволесья, в котором у южной границы добавляются сосна и сибирский кедр. Лесные массивы в лесотундрах приурочены к речным долинам, как наиболее теплым участкам, так как сюда с юга речная вода приносит тепло. В тундре и лесотундре сосредоточены основные оленьи пастбища. Из-за широкой распространенности болот в лесной зоне Западной Сибири ее называют лесоболотной зоной. Плоские участки заняты болотными массивами, а собственно таежные леса занимают преимущественно склоны речных долин, наклонные и возвышенные участки междуречий. Леса Западной Сибири составляют ее важнейший природный ресурс, хотя местная древесина, выросшая на заболоченных землях, обладает достаточно плохими качествами. Болотами занято почти 40% территории района. Такой заболоченности благоприятствует плоский рельеф с отсутствием каких-либо уклонов на больших площадях, избыточное увлажнение и обилие грунтовых вод, поступающих с приподнятых окраин. Площадь болот постоянно увеличивается за счет заболоченного заболачивания лесов. Восюганская равнина в Томской области, расположенная между речи Аби и Иртыша, представляет одно гигантское непроходимое болото, растянувшееся на многие сотни километров. Эта заболоченность усложняет освоение богатейших ресурсов этого края, затрудняет строительство дорог и поселков. Во многих районах передвигаться по суше можно только зимой, когда болота замерзают. В то же время западно-сибирские болота обладают несметными запасами торфа, которые могут использоваться как химическое сырье, топливо, органическое удобрение, подстилочный материал, а также в животноводстве. Крайний юг Западной Сибири – степная зона с распаханными черноземами и каштановыми почвами. Обширные массивы бывших целинных земель заняты преимущественно полями яровой пшеницы. Особенно высокую ценность представляют пойменные луга крупнейших западно-сибирских рек, важнейшие пастбищные и сенокосные угодья региона. Луга Барабинского лесостепья в Новосибирской области – важнейший район маслоделия Западной Сибири. Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа в России? Я упоминаю именно Россию по той причине, что на самом деле крупнейшие запасы нефти сосредоточены в Венесуэле. Именно Венесуэла обладает самыми большими в мире запасами нефти на всей планете Земля, а не Россия. Но в России за счет огромной площади, конечно же, тоже огромные присутствуют запасы нефти и газа. В Венесуэле газа, кстати, достаточно немного, а вот нефти там просто нереально огромные объемы. Западно-Сибирская низменная равнина сформировалась на Западно-Сибирской плите с глубоко опущенными складчатыми палеозойским фундаментом. На нем залегает мощная, почти шестиколометровая толща слоеного пирога осадочных пород, представленных глинами, песчаниками, песками морского и континентального происхождения. С осадочным чехлом Западно-Сибирской равнины связаны крупнейшие в стране месторождения нефти и природного газа. Западно-Сибирский нефтегазоносный район. Здесь выявлено свыше 500 месторождений этих важнейших горючих полезных ископаемых, в которых содержится более 60% российских запасов нефти и около 90% природного газа. Важнейшие нефтяные месторождения сосредоточены в Ханты-Мансийском автономном округе. Это Самотлорское, Мегионское, Солымское, Мамонтовское, Усть-Балыгское, Баваненковское нефтяные месторождения. Природный газ сосредоточен в Ямало-Ненецком автономном округе. Крупнейшее в мире Уренгойское и Ямбургское месторождения. Также Медвежье около городов Надым, Заполярное и других. Интенсивная добыча нефти, все расширяющиеся паутина трубопроводов, уже нанесли достаточно серьезный вред природным комплексам Западной Сибири. Разливы нефти при добыче и транспортировке, зимой, к сожалению, лопаются трубы, проложенные прямо по поверхности земли, обернулись загубленными оленями пастбищными и лесными угодьями, погибшие рыбой в тундровых и таежных реках и озерах. Вдоль плотной сети трубопроводов и дорог сформировались особые техногенные заболоченные ландшафты с нарушенным и невосстанавливающимся почвенно-растительным покровом. Интенсивное промышленное освоение природных богатств Западной Сибири нанесло ущерб не только природе, но и коренным народам – ненцам, ханты, манси и многим другим, лечив их значительной части охотничьих и рыбопромысловых угодий. Чтобы защитить традиционные виды хозяйственной деятельности и культуру этих народов, в Ханты-Мансийском автономном округе были выделены специальные территории приоритетного природопользования – родовые угодья, где разрешена только охота местных народов вместе с рыбалкой, но при этом какие-то освоения природных ресурсов запрещены. Выводы. Величайшая равнина мира – Западно-Сибирская – обладает огромными ресурсами – лесными, минеральными, агроклиматическими, почвенными и т.д. Эти богатства – основа развития хозяйства района, стратегический резерв России. Вопросы и задания. Низменность – это тоже равнина. С помощью физической карты приведите доказательства того, что рельеф Западной Сибири примерно можно назвать равнинным, правомерно можно назвать равнинным. Какие события геологической истории объясняют устройство этого рельефа? Из описания в самом параграфе видно, что изначально сама по себе плита Западной Сибири достаточно глубоко расположена. На ней, на этой самой плите, находится аж 6-километровый слой осадочного чехла из песков, глин, суглинков и т.д. То есть толщина осадочного чехла очень и очень толстая. Естественно, что насыпанный песок всегда будет отличаться от прочного камня. Камень будет иметь свою форму, особенно если это камень, который просто отломили от другого камня. Он будет иметь острые края, таковы, например, горные районы. А песок, который между этих камней, он всегда будет куда более ровным. Причем максимально низменным. То есть он будет уплотняться и становиться более низким. Вот отсюда и западно-сибирская равнина, которая является именно что низменностью. Абсолютные высоты у нее совсем невелики. Не превышают никаких даже 500 метров. Что вы, где-то в районе от 300 метров и ниже именно, что максимум это в районе где-то 300 метров. Покажите на карте основные природные зоны Западной Сибири. Какими природными ресурсами они одаривают человека? Как используются эти ресурсы? Ну, основные природные зоны это Тундра, Лесо Тундра, Тайга и Степной район. Но Западная Сибирь, она имеет несколько нестандартную Лесо Тундру и Тайгу. Дело в том, что Западная Сибирь это территория гигантских болот. Поэтому правильнее было бы назвать эти природные зоны Болото Тундрами и Болото Тайгой. Такая вот особенность. Естественно, что полезных ископаемых это много. Это нефть, газ, которые имеют колоссальное значение для всей мировой экономики. Потом огромные запасы торфа. Также сюда из природных ресурсов можно добавить все-таки неплохие запасы древесины. Потом это неплохие запасы всяческих даров леса, даров тайги, даров тех самых болот, самые разнообразные растения, ягоды, животные, которых довольно-таки много в тех краях. Но их достаточно аккуратно добывают, чтобы не нарушать еще больше и без того определенно нарушенной добычи нефти и газа окружающие природные ландшафты. В степях, разумеется, большая часть территорий распахана. Большая часть Западной Сибири отличается избытком поверхностных вод, тогда как юг страдает от их недостатка. Считаете ли вы необходимым устранение этой диспропорции? Были планы поворота Великих Сибирских рек как раз-таки в Среднюю Азию. Но многие, очень многие ученые говорили, что последствия такого поворота Великих Сибирских рек могут быть непредсказуемо отрицательными. Поэтому, с одной стороны, вроде бы как, да, конечно, было бы хорошо провести Великие Сибирские реки в Среднюю Азию в эти степи и пустыни. С другой стороны, а не будут ли последствия такого поворота катастрофичными как для самой Западной Сибири, так и для территории Средней Азии, куда вроде как должны прийти эти реки? Не исчезнут ли эти реки в результате такого поворота полностью? И не превратится ли и Западная Сибирь в результате в царство тех самых степей и тундр без каких-либо лесов? Что, конечно же, станет крайне отрицательным явлением для абсолютно всей планеты. Поэтому здесь уж лучше оставить все так, как сделала наша природа. Или, если что-то и делать, то очень и очень осторожно и не затрагивая именно что Великие Сибирские реки. Юг Западной Сибири во многом противоположность ее центральной и северной частям. Тем не менее, найдите сходства, черты сходства и определите их взаимовлияние. Ну, чертами сходства, прежде всего, будет являться климат. Континентальный климат. Климат, который будет достаточно засушливым. Вообще, в целом, объемы осадков на всей территории Западной Сибири не слишком-то велики. И в среднем не превышают 500 мм. Что на юге, что на севере. Другое дело, что на юге летом достаточно высокие температуры. Поэтому и испаряемость куда выше, чем в центральной и северной частях Западной Сибири. Поэтому в центральных частях за счет низкой испаряемости влага остается в земле, накапливается и кажется, что ее слишком много. В то время как в южной части она, наоборот, очень активно испаряется. Ну, вот такие вот можно привести черты сходства. Определите, что за природные зоны показаны на рисунке 139. Что ж, вот он рисунок 139. Здесь показаны болота. Я беру слева направо. То есть, это линия болот. Вот она здесь. Потом это явная лесотундра. То есть, крупные пустые пространства. Хотя, возможно, даже это и не лесотундра. Судя по высоте деревьев, это скорее какая-то болото-тайга. Потому что в лесотундре деревья будут невысокие. А это явно какая-то смесь болот и лесов. Крупные, высокие деревья, одиноко стоящие на каких-то возвышенностях. И между ними заболоченные участки. Потом это сама по себе тайга идет с великой рекой, по берегам которой полностью все заросло огромным количеством деревьев. Причем с очень высоким качеством этой древесины. Ну и на самой правой картинке показана степь. Обычная степь. С ее разнотравим. Хотя здесь, возможно, степь уже распаханная. Судя по однородности цвета растений.